Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Илчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская область готовится к приему переселенцев с Украины. Для этого в регионе был сформирован межведомственный штаб. Область готова принять тысячу человек. Кроме того, в приграничные регионы, в частности в Ростовскую область, на которую пришлась наибольшая нагрузка, будет отправлена гуманитарная помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. В первую очередь помощь необходима семьям с детьми, людям пожилого возраста. Самарская колонна будет готова отправиться в Ростовскую область уже в понедельник, 21 февраля. Самара уверенно держит курс на весну. С приходом в город плюсовых температур воздуха к работе сотрудников коммунальных служб особое внимание. Избавляться от последствий снегопадов и гололеда поручено в усиленном режиме. Такую задачу перед профильными ведомствами поставили на совещании в мэрии. Ход работ по уборке столицы региона контролирует глава Самары Елена Лапушкина. К примеру, в эти выходные мэр города проверила большинство районов областного центра. Какие были выявлены замечания и на что, кроме уборки и вывоза снега, стоит обратить пристальное внимание, узнала Ольга Павлова. Непривычная февральская копель, которая так радует самарцев и говорит о скором приходе весны, заставляет коммунальщиков трудиться в два раза активнее. Необходимо не только своевременно освобождать скатные кровли домов от наледи. Пешеходные дорожки, подходы к подъездам домов и социальным учреждениям также должны быть безопасными. Несмотря на то, что в Самару пришла оттепель, в минувшие выходные город вновь принял 11 мм осадков. В ночь с 20 на 21 февраля на расчистку города от снега направили 245 единиц техники и 74 дорожных рабочих. Основная работа была направлена на обработку пешеходных зон, тротуаров и общественных пространствах в связи с тем, что температура была на уровне 0, минус 1 противоположными реагентами очисткой и обработкой. Только за минувшие сутки из города было вывезено 6300 тонн снега, из расходов на 373 тонны реагента. Работы ведут на всех городских пространствах, включая объекты уличной дорожной сети, внутриквартальные проезды, скверы и парки. Своевременная расчистка Самары от снега на особом контроле главы города Елены Лапушкиной. В выходные мэр побывала в большинстве районов областного центра и проверила качество работ. Замечания были выявлены на улицах Димитрова, Юбилейной, от Свобода до проспекта Металлургов, Матросова, от Ставропольской до Вольской, Врубеля, Галактионовской, от Красноармейской до Льва Толстого, а также Чапаевской, Енисейской и Победы. На некоторых объектах нарушения уже устранены, другие приведут в порядок до конца недели. Проблемы по-прежнему возникают с припаркованными на обочных дорог автомобилями. Давайте все-таки более активно привлекать сотрудников ГИБДД по поводу техники, которые у нас стоят вдоль дорог. Готовы оказать всемерную поддержку. Затронули в администрации города и вопрос о ходе подготовки к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий в 2023 году. Оно пройдет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». На основе предложений сформирован топ-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Общественные обсуждения и дизайн-проектов стартовали в Самаре 15 февраля. Все этапы от знакомства с проектами до внесения предложений доступны онлайн. Мнение жителей предстает в рейтинговом голосовании, в ходе которого выберут первоочередной список пространств. Их благоустроят в 2023. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. С 21 февраля в школах Самарской области возобновилось очное обучение. Такое решение принял оперштаб региона, так как уровень заболеваемости среди подростков снизился. Ранее сообщалось, что 7 февраля на дистанционное обучение отправляют учащихся 5-9 классов. Эксперты заметили, что уровень заболеваемости среди младшего возраста по-прежнему высок. Особенно опасен вирус для детей от новорожденного возраста до 3 лет. Врачи рекомендуют родителям быть осторожнее и соблюдать санитарные правила. В школах будут тщательно следить за соблюдением мер санитарной защиты. Классы будут разделены, также будет проводиться постоянная генеральная уборка и дезинфекция. Родителям рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Здоровый двор, здоровый дом. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа в Тольятти стали ближе к жителям. Прививочную кампанию развернули в помещениях ТОС во всех районах города. В таком формате акция проходит не в первый раз и уже показала свою эффективность. Почему – расскажем в сюжете. Прививочный пункт в автозаводском районе Тольятти организовали на базе ТОС в рамках акции «Здоровый двор, здоровый дом». Процедура такая же, как в медицинском учреждении. Врач проводит осмотр, измеряет давление, уровень кислорода в крови. Если нет противопоказаний, можно делать укол. Галина Крылова пришла на ревакцинацию сама и привела свою маму. Ей скоро исполнится 89 лет. Она прививается в первый раз. Хочу, чтобы тоже была здорова и долго жила счастлива и здорова. Среди тех, кто пришел за повторной дозой вакцины, и Татьяна Иванцева. Первый раз прививалась еще летом. Теперь решила обновить свой защитный барьер. В целях профилактики, поскольку я бабушка пять раз, вдруг внуки в гости приедут. На всякий случай надо быть во всеоружии. В поликлинику, во-первых, и дальше, а здесь я рядышком живу, в соседнем доме. Я бы с удовольствием пришла и на повторную сюда. В Тольятти, как и по всей стране, увеличивается заболеваемость, вызванная новым штаммом коронавируса – омикроном. Вакцинация по-прежнему остается самой надежной защитой, уверяют медики. Чтобы привиться смогли все желающие, наращивают количество прививочных пунктов и повышают информирование населения о проводимых акциях. Акция «Здоровый дом, здоровый двор» проходит у нас не в первый раз. И в помещении то, что это организовано, жителям очень нравится. Жители в любое для себя свободное время могут подойти, провакцинироваться, ревакцинироваться спокойно, без очереди. Мы жителей оповещаем о дате, о времени проведения этой акции. И жители потом приходят очень довольны и очень рады. И эта акция показала свою эффективность. И вот такая подготовительная, организаторская работа дает хорошие результаты. Вы видите, что очень много людей, очень хорошая активность и действительно люди очень довольны. Говорят нам спасибо. Мы все сидим, помогаем, оформляем документы. Врачи напоминают, что прививка уберегает от тяжелого течения болезни. Важно также своевременно пройти повторную вакцинацию спустя полгода после первой. Особое внимание своей защите нужно уделить группам риска. Пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также молодым родителям, которые привившись, могут обезопасить от коварного вируса своих малышей. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре работают новые правила получения больничных. Теперь при желании можно оформить листок нетрудоспособности онлайн. Что позволяет существенно разгрузить медиков. Каков алгоритм действий в случае, если больной решил пройти амбулаторное лечение дистанционно, узнала Гульфия Сафина. Добрый день. Вас беспокоит родитель терапевт. С Волжской ЦРБ оставляли на сегодня вызов. Что случилось? Повышение температуры, кашель. Кашель, небольшая температура и слабость. Сегодня с такими симптомами не обязательно идти в поликлинику. Если болезнь притекает в легкой форме, можно получить консультацию доктора дистанционно и также открыть больничный. В помощь мессенджеры, мобильная и видеосвязи. И в зависимости от того, на что пациент жалуется, назначается соответствующее лечение. Через некоторое время мы связываемся вновь с пациентом. Пациент сообщает о том, что у меня сегодня крайний день больничного листа. Осуществляется вызов через наш единый колл-центр. Наши регистраторы передают вызов на псерапевта, врач связывается и принимает решение о закрытии или продлении. Более 300 жителей Южного города уже воспользовались правом открыть больничный лист, не посещая медучреждения. Это позволяет развести потоки вновь заболевших и тех, кто пошел на поправку. Если больной сдал ПЦР-тест в частной лаборатории, эти данные тоже учтут. Они имеют право продиктовать нам номер и дату, и мы это увидим и учтем. Если же они не делали, мы так и предупреждаем, что дистанционный лист оформляется без ПЦР-теста, без выдачи препаратов и без отметки о том, что он переболел коронавирусной инфекцией. Дистанционное ведение легких больных ощутимо разгрузило медицинский персонал, отмечает доктора, и позволило уделить больше внимания тем, кому помощь нужна срочно. Работа ведется по федеральному стандарту, в котором прописаны все действия. Например, если пациент жалуется на ухудшение состояния после назначенного лечения, к нему направят бригаду уже для очного осмотра. Чтобы начать лечение дистанционно, необходимо оставить заявку по телефону колл-центра или регистратуры больницы. Гульфия Сафина, Сергей Баскин, События. 73 протокола на минувшей неделе выписали сотрудники полиции в отношении жителей Самары за отказ надевать маски в общественном транспорте. В городе продолжается контроль за соблюдением мер безопасности. С начала пандемии административные материалы за отказ надеть маски были выписаны в отношении 1369 пассажиров городского транспорта. Гульфия Сафина приняла участие в рейде совместно со специалистами гороадминистрации и компаниями-перевозчиками. Подробности в сюжете. Привычка жить в эпоху ковида – не повод терять бдительность. Сегодня новый штамм вируса – причина очередного роста заболеваемости. Поэтому в транспорте находиться без маски опасно, напоминают специалисты. За несоблюдение антиковидных мер грозит штраф до 30 тысяч рублей. Это при первичном нарушении. И до 50 тысяч в случае рецидива. Рейды, направленные на выявление нарушений масочного режима, в городе проводят каждый день. Если мы выявляем кого-то, кто отказывается эту маску надевать, а такие люди, к сожалению, все еще есть, мы видим, то у нас участвуют сотрудники полиции в рейде, которые тут же на месте оформляют административный протокол. Только на прошлой неделе правоохранители выписали штраф в отношении 73-х жителей города. За два неполных зимних месяца их число составило 397. Это те, кто категорически отказывался следовать рекомендациям надевать маску в салоне транспорта. Это очень серьезно. Хожу в маски, потому что возраст уже солидный. Ну и тем более я болел. Я это все сейчас воспринимаю по-другому. В рейдах участвуют не только сотрудники полиции и профильного департамента города, но и представители компаний-перевозчиков. Они отвечают за безопасность пассажиров и вне проверок комиссии. Каждый сигнал, поступивший в том числе через социальные сети или на горячую линию, отрабатывается. Это касается и сообщений о персонале, работающем на маршрутах. В отношении членов экипажей, которые игнорируют требования, также принимаются меры. В первую очередь дисциплинарная ответственность – лишение премиальной части заработной платы. Чтобы для этого были основания, проводится служебная проверка. Право не надевать маску имеют только те водители, которые находятся в изолированных кабинах. Но важно помнить, что в борьбе с вирусом нужно соблюдать комплекс мер. В транспортных предприятиях круглосуточно продолжают работать мобильные бригады. Обеззараживают контактные поверхности. Сегодня подвижной состав снабжен рециркуляторами воздуха, за исправностью которых следят инженерные службы. Известно, что школьники вышли с дистанционного обучения. В связи с этим транспортное предприятие напоминает уважаемым родителям, что необходимо снабдить всех пассажиров, школьников масками, защитными средствами и пополнить транспортные карты. Режим усиления проверок в общественном транспорте Самары сохраняется. Ежедневно комиссионные бригады охватывают контролем до 35 маршрутов. В неделю во всех видах городского транспорта организуется 80 рейдов. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, мэрия и уважаемые телезрители. В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки. Кто сможет на нее претендовать? На нее смогут рассчитывать жильцы аварийных домов. Но сначала поговорим о росте российской экономики с 2008 года. ВВП России увеличился на 4,7%. По данным Росстата, это говорит о рекордном росте российской экономики с 2008 года. Объем ВВП России за 2021 год составил в текущих ценах почти 131 триллион рублей. Подъем производства наблюдался почти во всех отраслях. При этом наибольший темп продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес более 24% в годовом выражении. Оценка Росстата оказалась немного лучше, чем у Минэкономразвития и совпала с оценкой Банка России. В стране появится новый вид льготной ипотеки. Право на нее смогут получить жильцы аварийных домов, подлежащих расселению. Такая инициатива содержится в новой версии стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Сейчас собственники квартир в аварийном фонде получают только компенсацию. Этой суммы не всегда хватает на новое жилье. В этом случае поможет льготная ипотека. Ставка будет формироваться отдельно для каждого региона и для определенных категорий граждан. Росавиация потребовала от авиакомпании ежемесячно отчитываться о ценах на билеты в эконом-классе по маршрутам на Дальний Восток, Российский Юг и в Калининград. Чиновники опасаются подорожания перелетов в преддверии весенне-летнего сезона. Несмотря на субсидии, билеты в Южно-Сахалинск, Читу, Улан-Удэ и Калининград с начала года уже подорожали на 5-15%. Минфин внес в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют. Также в законопроекте предусмотрен механизм представления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций. Официальный курс доллара – 76,77 рубля. Доллар вырос на рубль. Евро – 87,34 рубля. Европейская валюта прибавила рубль 19. Нефть марки Brent – 93,78 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Знания вместо строевой подготовки. На территории бывшей военной части на пересечении Панова и Новосадовой могут построить школу. Первые планы по освоению участка обсудили с жителями в администрации Октябрьского района. О чем беспокоятся горожане и какие есть пути решения их вопросов, расскажем в нашем сюжете. Участок на пересечении Пановой и Новосадовой ранее принадлежал Министерству обороны. Здесь находились гаражи и хозяйственные корпуса. Сейчас территория не используется, поэтому после обращения губернатора Дмитрия Азарова земля была передана городу, но с одним условием. Только если здесь будет построен соцобъект, например, школа. 22 тысячи квадратных метров позволяют возвести здание, рассчитанное на 550 учеников. В отношении данной территории проводятся работы по ее расчистке, в частности, проектируется снос тех бесхозных объектов, которые там находятся, которые ранее принадлежали Министерству обороны. И в будущем будет проводиться проектирование непосредственно самой школы. Так как на территории, которая передана городу, есть детская контейнерная площадка близлежащих домов, жители обеспокоены тем, что они могут быть снесены из-за строительства. Этот вопрос сегодня обсуждали в администрации Октябрьского района. Горожанам ответили, что при составлении проекта действующие объекты не затронут, а также примут во внимание просьбы жителей о новых парковочных местах и расширении проезда перед домом номер 157 Паново-Садовой. Обязуются проделать работу, обещают как минимум не ущемить жителей и как оптимальный вариант расширить проезжую часть около 157 дома по мере возможности и сохранения норм градостроительства, санитарных и пожарных норм. Первые наброски проекта строительства представят на согласование жителям через несколько недель. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Формирование патриотизма у младших школьников – основная цель проведения уроков мужества в самарских школах. В преддверии 23 февраля пятиклассникам рассказали о героях России и Советского Союза. Что еще подготовили для школьников, расскажет Максим Магомедов. На французских мобилах не справят и столь, и вдоль на них не видать. Я первый, я первый, они подо мною, я пашином на перерез. Команда, подъем, строй себе ком, равни не направо, только нет уже друга за правым плечом. Военные песни, стихи и танцы подготовили старшеклассники ко Дню Защитника Отечества. В школе номер 7 микрорайона «Крутые ключи» для учащихся пятых классов провели урок мужества. Активные ученики девятых классов познакомили младших школьников с именами героев, в честь которых названы улицы микрорайона. Дмитрий Федорович Устинов был министром обороны Советского Союза и отвечал за вооружение Советской Армии. Именем героя России Виталия Жалнина названа улица, на которой проживает более 20 тысяч жителей. Главный бульвар микрорайона носит имя Ивана Ивановича Фенютина. Он участвовал в разгроме фашистских войск под Сталинградом, освобождал Беларусь и штурмовал Берлин. Эмиль Низамов живет на бульваре Фенютина. Говорит, до этого урока не знал, почему его улица называется именно так. Моя улица названа в честь героя. Он сражался в жестоком бою, но остался один. Но продолжил сражаться, за что получил звание Героя Советского Союза. Думаю, это вполне важно, чтобы дети, вообще в основном все, могли узнать какие-то интересные факты о своих улицах, о войне. Я считаю, что это воспитывает детских патриотизм и любовь к родине. В школе номер 7 учащимся с детства прививают любовь к родине. Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества проводят уроки мужества, направленные на формирование патриотизма. Силами учеников была создана Аллея Славы, на которой отмечены имена тех, в честь кого названы улицы в Крутых Ключах. Школьники самостоятельно занимались поиском информации и даже общались с семьями героев. Одно из самых сильных и благородных чувств, человеческих чувств, это любовь к своей родине. И очень важно, чтобы это чувство зародилось как можно раньше. В традиции семьи, детского сада, школы. Очень важно, когда дети не только являются зрителями, но еще и участниками. Дети наши должны знать, в честь кого названы, в честь каких героев названы улицы, где они проживают. В конце урока пятиклассники получили возможность рассмотреть экспонаты в музее школы, который носит имя Михаила Тимофеевича Калашникова. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. На сегодняшний день в подразделениях УФСИН России по Самарской области содержится более 17 600 обвиняемых, подозреваемых и осужденных. С ними ведется воспитательная работа. Более 1300 из них обучаются в школах. Около 2000 получили рабочие профессии. 8 дистанционно получают высшее образование. Об этом говорили на заседании коллеги УФСИН. Соцработники готовят осужденных к жизни на свободе, помогают оформить пособия и пенсии. В 2021 году необходимую помощь получили 674 человека. 145 освободившимся помогли устроиться на работу. Чем отличается техника фрикпэтч от лоскутной живописи? И почему одеяло «Дорогая Джейн» – самое популярное на планете? Об этом не понаслышке знает жительница Самары Нина Голощапова. Вот уже 30 лет рукодельница создает уникальные работы, которые нередко находят место на выставках. Тему продолжит Виктория Шарая. В арсенале Самарской рукодельницы Нины Александровны 50 оттенков зеленого. Но когда доходит до создания очередной работы, выясняется, что этого недостаточно, чтобы в полной мере отразить красоту живой природы. Сейчас Нина Голощапова работает в двух техниках. Первой, которой называется фрикпэтч, в регионе владеет только она. Картины, созданные в этом жанре, сшиты из лоскутков ткани, хотя внешне кажутся написанными маслом. Мастерица уверяет, создавать их несложно. Технику может освоить и любой желающий, чего не скажешь о лоскутной живописи. Это очень сложная техника. Вот если это мне просто, ну как бы, может быть, я слишком самоуверенная, но не было у меня с ней особых сложностей. Вот лоскутная живопись – это очень сложная работа. Там стёжка свободно-ходовым зигзагом, там все тени. Рукоделием Нина Александровна занимается более 30 лет. Началось всё с вязания и пошива одежды. Когда её дочка была маленькой, весь её гардероб был пошит мамой. Учительница могла за юбку схватить, чуть ли не наизнанку вывернуть, рассматривать всё. Я ей шила и жилеты, и жакеты, и стёганы, и вышитые. Её спрашивали в садике. Юль, это платье у тебя китайское? Она говорит, да, китайское. Это мама мне сошила из папиной рубашки. Из штор шила. Ну не было же ткани, а рубашки были качественные. Хорошей ткани негде было купить. Вот я шила из. И даже до сих пор я иногда присматриваюсь к какой-нибудь его рубашке. Он говорит, не отдам. Муж Нины Александровны – капитан дальнего плавания. Всё время был в отъезде. Хозяйством заведовала супруга. Творчеством приходилось заниматься урывками. Теперь, когда дети выросли, и Нина Александровна вышла на пенсию, наверстывают упущенные. Эту картину сшила на 70-летие мужа. Гордость Нины Александровны – вот это лоскутное одеяло. Оно называется «Дорогая Джейн» и шьётся по строгим стандартам. Это самое популярное одеяло ручной работы на планете. Впервые его сшила американка Джейн Стикл в XIX веке во время войны Юга и Севера. Женщина ждала мужа и так коротала вечера. Каждый блок одеяла имеет своё название. Там 169 блоков без каймы, ещё блоки каймы. И ни один блок не повторяется, довольно сложный. Я уже, имея опыт немаленький, курсы уже в это время вела. Мне было сложно, учитывая то, что у меня всевозможные линейки, бумаги, все приспособления, всё, что мне нужно, всё абсолютно есть. Раз в месяц Нина Александровна проводит бесплатные мастер-классы для всех желающих в районной библиотеке. Там же сейчас можно увидеть выставку её картин. Работа Нины Александровны всегда меня поражает своей изысканностью и красотой. Когда она выставляет их в нашей библиотеке, я первым делом не могу оторвать от них глаз. Вдохновением для Нины Александровны может послужить всё, что угодно. Будь то знаменитая картина, пейзаж за окном или рисунок на чайной чашке. На этом наш выпуск завершён. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова